Пожар начался примерно в половине пятого вечера. Горят два частных дома, сарай и баня. Пожарные работают в крайне сложных условиях. Воду приходится специально подвозить здесь, безводный район. Сейчас здесь находится 12 пожарных расчетов, 70 человек личного состава. Локализовать огонь удалось почти через час. Пока сотрудники МЧС тушили пламя, взорвался газовый баллон. По предварительной версии, сначала загорелся один частный дом, затем пламя перекинулось на другой. В результате без жилья остались две семьи. Жертв нет. Людей спасло то, что когда начался пожар, они были на работе. Дома находилась лишь дочь Владимира Шевченко, Оксана, беременная. Женщина, рассказывает ее отец, чудом успела выбежать, но все же получила ожоги. И то она вон там обожглась, успела выскочить. Полыхнула сразу, говорит, прямо оттуда. Ветром поточила и все, и нахер. И вот только вот успели вон за ворота выскочить. Сгорело все. Имущество, документы, деньги. Как все начиналось, видела соседка Людмила Мерешко. Она и вызвала пожарных. Вот с той стороны сразу заполыхало. Ну, строение, видимо, такое уже старое, деревянное, мгновенно. Мы увидели, сразу позвонили к пожарникам. Сначала видела грохот, потом огромное пламя. Как люди остались без жилья. Я их, естественно, чем смогу, тем помогу. На улице лейтенанта Шмидта и на соседней профсоюзной сплошь частный сектор. Немного поодаль. Стройка. Возводят многоэтажку. По словам жителей, дома здесь полыхают не впервые. Люди считают пожары не случайны. Я сама на парковой бочке. Вот мой третий дом. Вот. Я не застрахована от поджога такого же, как подожгли вот эти дома. Их подожгли. Это явно сто процентов. Тут стоял один дом. Сгорел. Сгорела пожилая женщина, старушка. Потом сгорел второй дом. Там сгорел мужчина. Теперь сгорел третий. Теперь третий дом сгорел. И четвертый. Все по одной линии. Понимаете? Это же не может быть случайностью. Владельцы сгоревших домов намерены заново строиться. Хотят остаться жить на своей земле. Причины возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События.